Привет! Сегодня у нас необычный выпуск. Я не буду летать, но зато покажу вам очень интересную экспозицию. Называется «Поезд Победы». Это иммерсивная экспозиция о Великой Отечественной войне. Честно говоря, мне не нравится слово «иммерсивная». Оно не то что не русское, оно не сочетается с темой Великой Отечественной войны. Я назову, пожалуй, это выставка, экспозиция с эффектом присутствия. Она состоит из нескольких вагонов, 7 штук вагонов, где рассказывается история нашей Родины, России, СССР. Довоенная история, военное время показано и послевоенное, когда наши бойцы возвращались с фронта домой. Ну что ж, я вас, наверное, уже заинтриговал. Давайте уже зайдем в вагон и посмотрим. Мы сразу попадаем в вагон, стилизованный под перрон предвоенного вокзала, в котором нет экспозиции как таковой. Зато можно взять аудиогид. Перед началом экскурсии на экране перед нами вместо паровоза появится заслуженный гардемарин России Дмитрий Хратьян, который посвятит нас в курс дела. Чтобы аудиогид нормально синхронизировался с вашим передвижением, необходимо искать коробочки с красным логотипом «Поезд Победы» и поднести поближе к ним коробочку своего аудиогида. Тогда все норм. Если просто пролететь мимо, синхрон не гарантируется. Вот мы, наконец, попали в первый вагон экспозиции. Здесь отражается атмосфера поезда весны 1941 года. До войны остаются считанные месяцы. По мере нашего продвижения вперед по вагону вы заметите, что поезд тронулся и постепенно набирает скорость. Пассажиры уже заняли свои места, устроились поудобнее и многие уже начали знакомиться друг с другом. Особо хочется отметить, как реализованы окна. Мне поначалу даже показалось, что за окном действительно что-то происходит по-настоящему. А боковым зрением движение рельефа местности вообще воспринимается, как будто поезд движется со своими пассажирами куда-то в пункт назначения. Пара таких моментов была. Мое восприятие реально смогли обмануть. Помимо тех эффектов, которые я уже описал, в других вагонах добавлены эффекты ветра, дыма, пара. Так что все органы чувств задействованы. Я решил показать вам экспозиции максимально подробно. В рамках разумного, конечно. Но даже это, конечно же, не может в полной мере передать атмосферу, которая царит здесь. И вот пока мы смотрим на представленные ситуации в вагоне, аудиогид постепенно погружает нас в атмосферу происходящего. Рассказ ведется в форме воспоминаний ветерана. Прототипом же стал реально существующий человек. Машинист паровоза Елена Чухнюк. Во время Великой Отечественной войны она сначала водила паровоз с оружием и боеприпасами к линии фронта, часто под обстрелом противника. А затем и вовсе возглавляла паровозную колонну. За проявленный героизм была награждена орденами и медалями. Но я уверен, что вы и без аудиогида вполне сможете сами придумать свою интерпретацию к каждой композиции. О чем говорят эти люди? Куда едут? О чем мечтают? А если все это внутри не удержать, можно излить в комментариях прямо под видео. Я их все читаю и мне очень интересно. Обратите внимание на их лица. В других вагонах вы такого уже не увидите. Ну а помимо самих манекенов, конечно же, атмосферу дополняют плакаты и багаж пассажиров тех лет. Правда, в некоторые экземпляры умудрились впихнуть интерактивные экраны. Ну, с другой стороны, лучше уж пусть детишки пальчиками по экрану будут отводить, нежели отломать сувениры от персонажей вагонов. Насколько вандалоустойчивая экспозиция, сказать сложно. Единственное, что выручает, ограничение потока посетителей в рамках борьбы с COVID-19. Осмелюсь предположить, что наверняка авторы напихали сюда кучу пасхалок. Ну, это могут быть известные образы из фильмов или книг, люди, могут быть вещи. Если вы найдете их, напишите в комментариях, кого вы узнали или что интересного спрятали авторы в этих вагонах. Конечно же, здесь есть и косяки, и неточности, и наверняка вы их тоже заметите. Их также можно указать в комментариях. Чемоданы со встроенными планшетами не считаются. А мы переходим в следующий вагон. Это электричка на фронт. Враг уже настолько близко к Москве, что пригородное движение оказалось вполне актуальным для доставки ополчения к линии фронта. За окнами то же движение, только в обратную сторону. И тут приходит понимание, что бабуля, внука в электричке куда-то не туда везет. А вокруг совсем другие лица. Совсем другие эмоции. На стенах уже военно-агитационные плакаты. В руках оружие. Звук тоже поменялся. Насколько я понимаю, в вагоне собралась очень пестрая публика. Ополченцы, военизированная охрана, железнодорожники, резервисты, есть и НКВДшники. Ну а тут, как говорится, приехали. Мы с вами как бы движемся по ростовому окопу. Здесь есть и маскировочная сеть, и ниша для боеприпасов. А на брусфер положили труп фашиста. Подсветку поставили соответствующую ночному бою. Со светительными ракетами. Почему наверху поле боя при всем при этом снято днем, не спрашивайте. Ну, наверное, чтобы было лучше видно. А вот здесь уже заботливо повешена табличка 12+. И главное, обойти этот вагон нельзя. Написано, что показаны преступления против человечности. Вот который раз дивлюсь неверному переводу в этом контексте английского слова humanity. Хоть правильнее было бы перевести устойчивое выражение «crimes against humanity» как преступление против человечества, даже на официальном уровне упорно пытаются впихнуть человечность. О чем это говорит? Да, наверное, ну о том же, о чем говорит отсутствие петлиц СС на воротнике вот этого фашиста. То есть, показывая пытки, мы не популяризовываем их. А показав знак мучителя, сразу другое дело. То есть, СС было, а вот отличительных знаков как бы и не было. Ну, вы серьезно? Конечно же, врага надо знать в лицо и не бояться его символику. Для исторической достоверности такие вещи — непростительная ошибка. Ладно, вернемся в концлагерь. Во время войны пленных надо было как-то перевозить. А вот как это делалось фашистами, мы и созерцаем. Из всего набора интерактивных эффектов, в этом вагоне, пожалуй, только свет и звук. И слава богу. А посмотрев кинохронику и послушав в этом вагоне аудиогида, приходит понимание, что вот это вот один из самых комфортабельных вагонов в своем классе. Что творилось здесь в действительности, думаю, показать было бы нереально. Еще учитывая, что людей везли несколько суток, часто без еды, в тесноте и антисанитарии доезжали далеко не все. Как в таких условиях выживали люди, в наше время это немногим будет понятно. Субтитры делал DimaTorzok Еще один вагон, и здесь боль и страдания. Правда, цель данного вагона, я бы сказал, прям противоположная. Не причинять страдания, а облегчать их. Не убивать, а наоборот, практически вытаскивать с того света. Это тема санитарных поездов того времени. Здесь показан незамысловатый быт раненых, медицинские приборы. Особенно меня заинтересовала вот эта подборка. Провитые медали, ордена, пули, осколки, извлеченные из солдат. Конечно же, в таком вагоне не делали операции, но вообще были и вагоны операционные. Здесь же больше раскрывается тема восстановления после ранений. Субтитры создавал DimaTorzok А вот здесь у нас уголок науки. И что примечательно, связан он с медициной. В нашей стране пенициллин впервые удалось синтезировать как раз во время войны, в 1942 году. Если совсем упрощенно, то пенициллин это антибиотик. Антибиотики применяются в частности для борьбы с инфекциями. Вот ранила солдата, например, в ногу. В ран попала грязь. И вот уже кандидат на ампутацию. Или того похуже. А при наличии пенициллина другой разговор. Это спасло сотни тысяч жизней. Как раз об этом достижении Зинаиды Виссарионовны Ермольевой здесь и идет рассказ. А еще она в том же 1942 году боролась с надвигающейся опасностью заболевания населения Сталинграда холерой. Здесь же у нас Сергей Павлович Королев и Игорь Васильевич Курчатов. Каждый внес свой научный вклад в победу. Во время войны Королев разработал реактивный двигатель РД-1 для установки на самолеты. Чем это впоследствии закончилось, все, конечно же, знают. А Курчатов поначалу разрабатывал метод размагничивания кораблей. Для того, чтобы они не подрывались на вражьих магнитных минах. А в 1942 году Курчатов начал разработку атомной бомбы. И все у него получилось. Нет, вы не подумайте, что Королев и Курчатов изобретали и трудились в вагоне. Сергей Павлович практически всю войну провел в конструкторском бюро тюремного типа ОКБ-16. При Казанском заводе номер 16. А Игорь Васильевич, наоборот, получал всестороннюю поддержку от руководства страны. Находился он тоже в Казани и руководил лабораторией по разработке ядерного оружия. Ну что ж, с наукой мы разобрались и идем в баню. Наверное, это самый долгожданный вагон на фронте. Здесь уже стоит пар, не кромыслом, конечно, но обозначен. Главное, чтобы не отсырел интерактивный тазик. А теперь попробуем прочитать композицию. Солдатик с ППШ, почему-то без спускового крючка, одетый по-зимнему, присматривает за приунывшими, нестильно одетыми посетителями. Сталинград? Именно там было взято в плен большое количество неприятеля. Дело было зимой. Вроде сходится. Собственно, к вопросу об обращении с пленными. Проходим душевую. И тут перед нами фельдмаршал Паулюс. Собственно, фельдмаршалом он стал за день до пленения. В том же сообщении Гитлер недвусмысленно намекал, что ни один фельдмаршал Рейха еще не попадал в плен. Живым. Этакий предсмертный подарок, знаете ли. Но Паулюс стреляться почему-то не стал. И Сталин получил себе этакого жирного туза себе в колоду. Ну, может быть, не такого уж и жирного. Ну, точно туза. Ну, а в это время продолжалась блокада Ленинграда. Перед нами путь в поезде в осажденный город. Здесь присутствует ветер. Правда, не холодный. А откуда столько кошаков? Аудиогид приоткрывает завесу тайны. Собственно, всю живность в городе достаточно быстро съели. И тут на сцену вышли крысы. Много. И вот для борьбы с ними и проводилась кошачья интервенция. Неожиданное, но логичное объяснение такому количеству усатых путешественников. Ну, кстати, кошки молчаливые. Чего-то особо не мяукают. А мы с вами продолжаем движение дальше и попадаем в штабной вагон. Здесь нет ни дыма, ни пара, не лают собаки и не дуют. Ну, а что в первую очередь нужно военному командованию? Связь. Ну, собственно, вот. Ну, тут все понятно. А вот и рабочий кабинет. Композиция рассказывает об истории предшествующей операции «Багратион» в исполнении маршала Константина Константиновича Аркасовского. Еще одна успешная операция Красной Армии наряду с битвой по Сталинградам. Последствия которой мы видели в предыдущем вагоне. Суть этой истории в том, что удар был нанесен через труднопроходимую местность, где враг не ожидал массированного удара. Говорят, Рокоссовский лично осматривал местность. Ну, а как же без бронепоезда? Мы как раз на смотровой площадке одного из вагонов такого поезда. Посмотрел, тут же позвонил, скорректировали огонь. Рядом пулеметная площадка со следами попадания бомбы или, может быть, мины. Крыша уже не крыша, но все остальное почему-то не пострадало. На начало войны в Красной Армии было около 50 бронепоездов. В первые два года потери были колоссальные. 42 и 45, соответственно. Но их продолжали строить и набираться опыта. А в 1943 году было потеряно всего два поезда. А дальше вообще без потерь. В итоге, на конец войны, их насчитывалось уже около 140. А вот тут нам намекают, что пробитие было из танка. Так, а здесь, походу, площадка под танковой башней бронепоезда. Хорошо, что боекомплект не сдетонировал от попадания рядом. Ну, а мы направляемся в последний вагон экспозиции. Долгожданная победа. Непонятно, что в этом вагоне делает подозрительный тип в черном, с газетой. Наверняка шпион. Ну, или пасхалка. А в остальном, тема возвращения воинов-победителей, можно сказать, раскрыта. Есть и интерактивный чемодан, и кинохроника. Букеты цветов. Фото на память. За окном эшелоны, идущие обратно. Домой. И, конечно же, мемуары. Есть радостные лица, но они уже не такие, как в предвоенном вагоне экспозиции. Тут, пожалуй, надо сказать спасибо художникам и всем тем оформителям, которые сумели донести до зрителя эти образы. Смогли передать дух той поры. Погрузить нас в историю нашей Родины. Ну, вот мы с вами посмотрели поиск победы. Я надеюсь, что видео вам показалось интересным. Можете поставить лайк, написать комментарий. Все это очень положительно сказывается на канале. В планах еще очень много видео. Так что оставайтесь, подписывайтесь. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok